Мне потом скажут, что я бегать уже не могу. Как вы сразу! Ничего себе ко мне с вами подошли, вы не против? Ну, раньше в «Локомотиве» было такое мероприятие, сама идея очень хорошая. Что произошло в перерыве, матч «Локомотив-Краснодар», что команда потом вышла и просто сделала камбыч. Сейчас они выходить будут, а еще к ним постоим. По-честному, не бесит, что тебе приходится мячи им подавать. Или забить, если еще дали время. Передаем его мне. Добрый день, друзья. Каждый футбольный болельщик знает, что конец марта – это время перерыва на сборы сборной России. И пока часть основного состава «Локомотива» уехали тренироваться туда, тренерский штаб «Основы», молодежки и академии решили провести для нас это приятное событие. А еще сегодня много возможностей показать вам спортивное закулисье, так как регламент встречи написали мы сами. Я врываюсь в судейскую. Впервые, кстати. Здравствуйте. Расскажите, что у вас с собой перед матчем. А там самое интересное. Можете карточки показать? Карточки. Два комплекта, да, обязательно. С собой всегда. Я беру одни в футболке, вторые в шортах. Расскажите вам, как вообще судейская «Локомотива»? Очень хорошая судейская. Очень крутое решение с фотографиями все судьи премьер-лиги. Теперь хотите, чтобы ваша фотография здесь была? Ну, работаем. Вы моего красивого не видели с того ролика. Серега обещал скинуть, но не скинул. Как вы сразу! Ничего себе ко мне с вами подошли. Насколько я знаю, именно организация этого мероприятия, это была ваша инициатива. Что вы вкладываете, чего ожидаете? Для нас это действительно очень важный день. Во-первых, не столько даже с точки зрения игрового тонуса для игроков. И для того, чтобы нам посмотреть, какой ближайший резерв, кто действительно может быть конкурентоспособным в ближайшем будущем для первой команды. Но и для молодых игроков это большой стимул для проявить себя и на глазах у главного тренера по футбольному клубу «Локомотив» и составить конкуренцию в сегодняшнем дне игрокам первой команды. Как раз посмотрите, кто справится психологически сегодня, да? Конечно, конечно. Поэтому такое очень важное мероприятие для игроков, и для молодых игроков, и для их родителей. Они должны четко понимать, что они нужны, они ценны. И что за ними следят. А скажите, впервые ли проходит такое мероприятие? Ну, раньше в «Локомотиве» было такое мероприятие. Сама идея очень хорошая. Появилась возможность ребятам просто, во-первых, поиграть на главном стадионе. И в тренерский штаб главной команды. Ты посмотришь, что у него под руками есть. Сейчас они выходить будут, и еще ким. Постоим. Мне кажется, это так волнительно вообще. Крупным планом Дзюба и 15-й номер капитан команды. Каково тебе было наблюдать, когда он рядом с Дзюмой стоял? Меня покидали. Если брать антропометрию. Разница ощущалась, особенно в росте, да. Страх перед тем, ну, даже не страх, а такой мандраж. Перед тем, кто играет против основной команды, все мы туда стремимся, и это совершенно нормально. Главное — совладать с эмоциями, и все будет хорошо. Ну, ничего себе как-то грамотно говоришь. Что произошло в перерыве? Матч «Локомотив» в Краснодар? Команда потом вышла и просто сделала камбетч. Перестроения были, и такая очень серьезная речь была о главном тренере, которая была очень мотивационная. И, я думаю, до ребят это дошло, потому что они видели, что первый тайм мы играем не в свою игру. И, я думаю, вот это повлияло. И, конечно, азарт, страсть и самоотача. А можно мне будет после матча и пробить или и пенальти попробовать? Можно, конечно. Вы же поднимайте! Побросьте его, ладно? Обязательно. Я помогу. Кстати, прикольно, что на табло сейчас фамилия всех игроков UFL. Сейчас мы, может быть, уже видим какую-то восходящую звезду. А повтори, что ты еще раз сказал. Могли забить, если бы еще дали время. Опа, опа. Ну ладно! Ну а ты ушел с поля уже. Я не представляю, что они ощущают в этот момент. Спал нормально перед матчем? Да, конечно. Я готов был сегодня. Поведем 1-0. Сейчас все две минутки дотерпеть, и победа будет. Просто для тебя это как будто обычный день, обычный матч, ты вышел и нормально. Да, да, конечно. Мы находимся сейчас рядом с автором победного гола. Расскажи, как эмоции? Ну, рад, что забил. Первый такой шанс поиграть на арене с самой командой и забил. Так ничего, я, видишь, тоже не самое точное. У меня хотя бы сегодня чая нету. Это сняли? Аслан, я не знала всех твоих талантов. Скажите честно, вам нравится оператор, который вас снимает? А что не болеем? Ну, поддержите парней. Дзюба! А вы чего болеете только за Дзюбу? Потому что мы хотим, чтобы он не нашел. Зачем? Болеем за Дзюбу, потому что он легенда. Он забьет легенда. Он забьет. Он забьет. За Дзюбу лучшего. Дзюба! Дзюбар! 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 Давайте, давайте, давайте Артем Карпукас. Карпукас! 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 Куликов! 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 Давно болеете за лохмотив? 22. Ничего себе. Ну, вы просто чисто на матч приехали? Каждый раз приехали, приезжали. Ласковка, футболка, знаете, какой? О, ничего себе, я помню такой. Он там сейчас лид, а еще его сын уже играл, да? А вот мы всегда говорим, товарищ судья, а вам нравится, что мы так к вам обращаемся? Ну, как, нормально. Да, нормально, а если рэф? Ну, рэф, я думаю, лучше. Передаем его мне. Кого тебе играть против парней, с которыми только недавно ты был в одной команде? Хорошее сопротивление нам дали, не так все просто было, так что молодцы, ждем всех после одной команды, уверен, что у всех будет шанс. Как когда-то им воспользовался ты. Ничего, что у них так двери открыты, они там реально сидят, ну, это у нас, типа, если нас с голенькими увидят, такие, типа, все, теперь жениться обязан. Здравствуйте. О, здравствуйте. Блин, ну, как... Ты меня узнал? Да, конечно же. Я смотрел твою передачу, где-то подходил, красную карточку давал, поэтому не нахал, а он говорит, не было. Ты слышал там на трибунах орали твою фамилию, скандировали? Да, там, великаманда, да? Да, да, это я попросила, если что. Да. Они сначала орали дзюба, 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 я говорю, что, у вас же есть воспитанники. Нет, они такие, мы знаем, что, типа, Даниил Куликов воспитанный в Казанке, поэтому мы должны своего поддерживать. Правильно. Спасибо. 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 И вот сейчас на поле было видно, что у вас какой-то есть такой именно чемпионский дух, и парни не боятся совершенно играть, то есть как будто бы им даже было действительно все равно, против кого они выходят на поле. Парни выигрывают, получают уверенность в играх, и, конечно, становятся сильнее ментально, становятся сильнее психологически. А тяжело отпускать игроков? Конечно, тяжело, мы к ним прикипаем немножко, но это нормально, это жизнь лучше, пусть они идут в молодежный состав в основной, чем заканчиваются футболом. Поделись впечатлениями игры против дзюба. Ну, как сказать, такой коренастый, высокий, тяжело с ним играть, вот, ну, думаю, то, что справился в каких-то моментах. Интересный опыт был? Конечно, безусловно, всегда хотелось поиграть против дзюба, лучшего нападающего в России. Ну, ты, получается, получил приз как лучший защитник, то есть сегодня ты с своей задачей максимально справился? Ну, надеюсь, что да. Ребята, это было классно. Спасибо каждому, кто провел эту субботу с нами и поддержал парней на поле. Лично мне было очень интересно. Рассказывайте в комментариях, понравилось ли вам, стоит ли проводить еще такие открытые тренировки. Делитесь эмоциями от посещения стадиона и от этого выпуска со мной в роли ведущей. Будьте честны, мы выдержим все и с вашей помощью станем только лучше. Пока-пока. Главное не упасть. Можно считать как инсайт, какая-то новая должность? Пока не знаю, я на тест-драйве. Есть ощущение, что твое? Есть. Но поиграть я еще тоже хочу.